МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Илья Сахаров. В Сочи открылся юбилейный 15-й международный инвестиционный форум «Сочи-2016». По словам председателя Оргкомитета, вице-премьера правительства России Дмитрия Козака, ключевой на нем станет тема «Новое качество госуправления. Проекты для роста, проекты для жизни». Ожидается, что в работе форума примут участие более 700 руководителей российских и иностранных компаний. Своё участие в главном инвестиционном событии страны подтвердили 70 российских губернаторов. Среди них и губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин. В общей сложности с 30 сентября по 1 октября запланировано 9 круглых столов и дискуссий. Эксперты обсудят перспективы развития курортно-туристической сферы, IT-отрасли, стратегии развития регионов и кадрового обеспечения инвестиций. Участники мероприятия обсудят экономический потенциал регионов России, развитие бизнеса под санкциями, проблемы взаимоотношения предпринимателей и государства, внутренний туризм, евразийскую интеграцию и ряд других проблем. Деловая программа форума откроется панельной сессией, посвященной реформе государственного контроля и надзора. В рамках Международного инвестиционного форума в Сочи губернатор округа и президент нефтяной компании «Лукойл» подписали очередное годовое соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Крупнейший по объему добычи недропользователь поддержит социальные и культурные проекты региона. Компания создает условия для формирования в регионе активных граждан, способных самостоятельно решать свои проблемы. «Это очень важно, и здесь наши пути совпадают. Я бы назвал такую поддержку социальными инвестициями в регион. Это инвестиции в здоровье, образование, профессиональный и культурный рост наших жителей», подчеркнул после подписания соглашения Игорь Кошин. В числе совместных мероприятий, организованных администрацией НАО и нефтяниками, проект медицинского обследования жителей тундры «Красный чум» – ежегодный фестиваль «Дни высокой музыки в Арктике». Также «Лукойл» поможет построить дом-ремесел в селе Красное, исследовательскую лабораторию, крытый теннисный корт и скейт-парк на Ринмаре. Как заставить подрядчиков работать быстрее и качественнее? И что делать, когда все сроки по сдаче объектов, установленные контрактом, нарушены? Эти вопросы одни из самых актуальных для строительной сферы Ненецкого округа. В 2014 году в двух поселках региона Индиге и Красном должны были открыться новые школы. Сегодня эти объекты числятся в списке долгостроев. Если школа в Красном имеет все шансы быть сданной в эксплуатацию в текущем году, то над новой школой в Индиге висит большой знак вопроса. Затяжное строительство объектов образования попало под пристальный парламентский контроль. Ход строительства школ в Индиге и в Красном стал главной темой для обсуждения на заседании постоянной комиссии собрания депутатов по социальной политике. Один из самых обсуждаемых общественностью долгостроев – школа в поселке Красное. Объект начали строить по заказу Заполярного района еще в 2012 году. Подрядчик общества с ограниченной ответственностью ЛИРО неоднократно переносил сроки сдачи в эксплуатацию. А в августе 2015 строительство и вовсе было приостановлено по требованию районного управления ЖКХ и строительства в связи с тем, что подрядчик самовольно отступил от утвержденной проектной документации при возведении опорного узла кровли в актовом зале, изменив конструктивную схему. В октябре работы были продолжены. Сегодня школа в Красном готова более чем на 95%. Подрядчик, устраняя замечания по благоустройству и отделочным работам, производит подготовительные работы для производства пусконаладочных работ систем и оборудования. Данным подрядчиков завершение работ планируется до конца 2016 года. Но часть работ в рамках гарантийных обязательств обязуются провести в теплое время следующего года. Здесь, значит, есть такой нюансик. Для того, чтобы избежать по возможности ситуации, когда те работы, которые перенесены в рамках гарантийных обязательств на следующий год, в связи с тем, что подрядчик потерял лето из-за разных, в основном, финансовых проблем, сейчас у них с деньгами немножко стало получше, а летом стояли практически, денег не было. То есть в связи с этим лето они упустили, а какие-то работы требуют теплого времени года. И теперь вот этот перечень работ, которые они предложили нам по гарантии сделать в следующем году, мы пытаемся согласовать с Роспотребнадзором, чтобы не получилось так, что вся школа будет готова, скажем так, в декабре до конца года, а из-за каких-то работ, которые попали в список гарантийных, значит, лицензия образования на образовательные деятельности может быть не получена. То есть, поэтому мы хотим, чтобы Роспотребнадзор нам обозначил тот минимальный, обязательный перечень мероприятий, которые надо сделать сейчас, чтобы это не повлияло на задержку получения лицензии уже департаментом образования. Ход строительства школы в Красном контролируют не только Заполярный район, но и депутаты собрания депутатов округа. Парламентарии уже неоднократно выезжали на стройку, общались с представителями компании-подрядчика. Напомню, сегодня 212 школьников поселка Красное учатся в приспособленных для этого помещениях. На фоне ситуации в поселке Красное куда печальнее выглядит возведение школы в поселке Индиго. Если Красновская школа имеет все шансы быть сданным в эксплуатацию в текущем году, то над Индикской школой висит большой знак вопроса. Ее история началась также в 2012 году. Окончание работ было запланировано на ноябрь 14-го. Подрядчик строительства – не низкая нефтяная компания, но фактически объект возводит субподрядчик, тот же, что и в Красном – компания Леро. Сегодня школа в Индике построена на 58% и нет никакой определенности по срокам окончания строительства. Понимаем, что основные проблемы связаны с подрядчиком в одном месте, а в другом – субподрядчиком. Как можно на него повлиять? Есть ли какие-то объекты у фирмы Леро в Аханьске? Есть. Она строит там многофортирные дома. Не знаю, как работает в Аханьске, в Нейском округе работает плохо. Вот, наверное, да, морально обомдавить. Позорному столбу приквозди. Ситуация по школе Индига. Все понятно, Михаил Николаевич. На сегодня управление ЖКХ и строительство района работает место не низкой нефтяной. Мое мнение, мы должны с директором разговаривать, и здесь должен сидеть директор не низкой нефтяной, и рассказывать, как он в качестве подрядчика исполняет контракт. Расторгать с ним, я считаю, однозначно нельзя. Расторжение контрактов с подрядчиками, по словам представителей Заполярного района, приведет к еще большему простаиванию объектов. Суды затянуты без того сорванные сроки строительства. Найти нового подрядчика, который возьмет проблемные объекты, будет сложно. Кроме того, после расторжения контрактов придется пересчитывать сметы, которые были рассчитаны по ценам 2012 года. В реальной действительности стоимость объектов в разы выросла. Таким образом, завершение работ и район, и округ ждет от прежних подрядчиков. А уже после сдачи объектов, заказчик подаст исковое заявление в арбитражный суд Архангельской области с требованием о взыскании штрафных санкций за просрочку исполнения муниципального контракта. Ирина Цепетва, Антон Вудряков, Телеканал «Север». Перешагнуть рубеж 90-летия В Нинницком округе проживает 61 человек в возрасте 90 лет и старше. Сегодня наша съемочная группа отправилась к одному из них. О секретах долголетия Веры Кожевиной расскажет Любовь Пельмякова. Оказывается, большой процент российских долгожителей живет не только в горах или у моря. По количеству людей высокого возраста Нинницкий округ может посоревноваться с Кавказом. Каждый четвертый житель нашего округа является представителем высокого возраста. Самому старшему 98 лет. Всего в регионе сегодня проживает более 60 человек, переступивших 90-летний рубеж. В гостях у представительницы высокого возраста побывала наша съемочная группа. Вера Васильевна Кожевина показывает нам любимую фотографию мамы из семейного альбома. В гости долгожительница пригласила нас по важному поводу. 2 октября ей исполняется 90 лет. Родилась женщина в 26-м году в Уссилемском районе республики Коми. С раннего детства Вера Васильевна знала, что такое тяжелый труд. В 11 лет уже я возила почту за 300 километров вверх туда до Хабарихи и обратно вниз. Тоже 30 километров такое расстояние. А одна возили-то? Одна. А кто будет еще возить? Ничего себе. Одна. Запрягаю лошадь. Отец меня научил лошадей запрягать. Я умела их хорошо запрягать. Любила на их ездить. Слушались они вас? Да? Слушались вас лошади? Слушались. Как еще слушались-то? Потом в семье случилась беда. Тяжело заболел отец женщины. Так как врачей в деревне не было, его решили направить в Наринмар. Вот он поехал на операцию сюда, в Наринмар. К Мацановой. Она тогда была хирургом. Она его посмотрела, говорит, ой, Василий Григорьевич, у вас, говорит, такая болезнь, что все равно под ножом умрешь. Нельзя операцию делать. А так живи, сколько сможешь. Но только под наблюдением врачей здесь должен ты жить. В деревне же врачей не было. Так и остался в окружной столице отец Веры Васильевны. А следом перебралась многочисленная семья – жена с десятью детьми. Здесь в округе застала их война. Тогда работать пошли все, от мала до велика. Свой трудовой долг исполнила и 15-летняя Вера. Мне дали лошадь, транспорт, пошла работать. Тускала мешки, дрова, хлеб сначала возила утром рано. С шести магазинов тогда работали, часов утра. И я вставала полпятого, вставала, бежала лошадь допрягать, грузила хлеб и везла в козёрт. Увезу, всё это сделаю. За дровами надо ехать. Дров не было, в войну никаких, ведь двор был пустой у нас всегда. Чего привезём, распилят, то и стопим. Ой, как тяжело, конечно, мужчину ни одного не было. Весь тяжёлый труд, вяжем на наших плечах был. После войны, говорит долгожительница, жилось тоже трудно. В округе была установлена карточная система. Хлеба не хватало. Хлеба не хватало. Что, ежедневенцам 300 грамм давали. А мне тут хоть рабочая карточка, я получала 700 грамм. Казалось, судьба девушку испытывала на прочность. На фронте погибли два брата. Не успела семья отойти от голодного военного и послевоенного времени. И тут новая беда. В 50-м году умирает отец Веры Васильевны. Остались мы вот одни. Мне и приходилось всё время работать. Кто был младше меня, были трое. Работала наша героиня пекарем в Горыбкопе. Сначала в булочном, затем в хлебном цехе. Хорошим физическим данным девушки коллеги сразу нашли применение. На сушку меня потом поставили. Говорят, ты сильная, ну тебя на сушку очень тяжело месить было. Как каменное тесто надо месить было. Пекарство-то где обучались? Там же на месте, да? Я обучалась так, я день, день, знаете ли, на улице, на лошаде ездил. Потом с 11 до 12 обед был. А какой обед-то, что обедать-то было? Сбегаю воды, попью дома, да и всё. Такую трудолюбивую и статную девушку не мог не заметить городской парень Владимир Кожевин. Это я шла по дороге с работы, а он на лыжах ехал, едет на лыжах и меня так вот в оборот как взял на лыжах. Я говорю, ты что, парень, с ума сошёл, говорю, что ли? А он не с ума сошёл, он влюбился. Долго ухаживал за строптивой красавицей и, наконец, получил долгожданное согласие. В браке у семьи Кожевиных родились двойняшки, сын и дочь. Вера Васильевна – богатая бабушка, у неё трое внуков и столько же правнуков. Она ветеран труда, имеет множество дипломов и наград и просто уникальная женщина. На вопрос, в чём секрет долголетия, представительница высокого возраста отвечает просто. Я, наверное, много работала, рада стала работать. Ну, от этого ли что ли, сама не знаю. Все удивляются, люди, что так молодо выгляжу. В свои 90-е Вера Васильевна не только прекрасно выглядит, но и ведёт активный образ жизни. В этом году ещё ездила, вот морожку собирала немножко ещё, потом брусники собрала. Они пока и бегали за грибами, я в то время брусники насобирала. Ещё три банки привезла, так сварила варенье. Я не люблю сидеть там много. Хожу, надо развиваться, ходить, а как не ходить-то? А ещё женщина помогает 91-летней соседке. Ухаживает за ней, покупает лекарства и продукты. Ходить-то не может, плохо ходит. Так я вот ей газету заношу из ящика и всё, и она мне всё говорит. Живи долго, не помирай, говорит, смотри. Как нам без тебя, говорит. Вера Васильевна смеясь говорит, что просьбу соседке обязательно выполнит, ведь в 90-е жизнь только начинается. Теперь только жизнь началась хорошая. Жить бы только так уже. Время не позволяет больше жить. Сейчас все условия уже есть, да? Все условия, и пенсия хорошая у меня, и хватает всё мне. И дети хорошо относятся ко мне, и что мне жить? Жить да и жить только. Жители Ненецкого округа, достигшие пенсионного возраста и проработавшие в регионе не менее 15 лет, получат единовременную выплату ко дню пожилого человека. Речь идёт о гражданах, достигших 55-летия для женщин и 60-летия для мужчин до 1 октября 2016 года. Выплата для них составит 10 400 рублей. Жители НАО, перешагнувшие 70-летний возрастной рубеж, получат 16 640 рублей. Сумма выплат проиндексирована в сентябре на 4%. Представители высокого возраста, которые строили округ, внесли серьёзный вклад в его развитие, остаются приоритетной группой людей, которым продолжают оказывать социальную поддержку, руководствуясь принципами адресности и нуждаемости, отметил глава региона Игорь Кошин. На сегодняшний день в округе зарегистрировано 6 409 получателей данного вида социальной поддержки. На выплату ко дню пожилого человека окружному бюджету потребуется 79 миллионов рублей. Урок от байкеров получили сегодня ученики первой школы. Мотоциклисты со стажем рассказали о том, как обезопасить себя на дороге при поездках на мотоцикле. Ведь с виду непредставляющая угроза техника порой становится угрозой для жизни. В первом полугодии 2016 года в округе произошло около 300 дорожно-транспортных происшествий. Погибли 2 человека, 16 получили ранения. Часть ДТП совершена по вине пьяных водителей. Эти данные были озвучены на первом открытом форуме прокуратуры Ненецкого округа. В качестве профилактики подобных преступлений с 1 июля прошлого года Уголовным кодексом России введена уголовная ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Для горе-водителей, как показала практика, усиление мер не становится препятствием. За время действия новой нормы выявлены и поставлены на учет 68 жителей округа, управляющие транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В основном это люди в возрасте от 18 до 45 лет. К уголовной ответственности привлечено 40 жителей Ненецкого округа. Трое приговорены к реальному лишению свободы. 33 человека отправлены на обязательные общественные работы. Четверо нарушителей закона оштрафованы на суммы до 300 тысяч рублей. Кроме того, все нарушители лишены права управления транспортным средством на 3 года. С ростом количества автомобилей, снегоходов и другой техники в окружных селах проблема управления транспортом в нетрезвом виде в последнее время актуальна и для сельских муниципалитетов. Поэтому сегодня стоит задача сделать движение более безопасным, уменьшить травматизм и смертность на дорогах. Вместо учителя – байкеры. Они провели сегодня необычный урок, посвященный безопасности на дорогах для учеников 8 классов 1 школы. Мотоциклисты проехали за рулем тысячи километров. И сегодня откровенно говорили с ребятами о том, почему нельзя садиться за руль мотоцикла или скутера, не имея водительского удостоверения. Все мотоциклисты руководствуются одним правилом на дороге. Это мотоциклист, как летчик-истребитель. Все хотят тебя сбить. Николай Ганеев, самый молодой участник мотоклуба «Белый медведь», рассказывает будущим мотоциклистам, насколько опасно это транспортное средство, особенно в неопытных руках и без соответствующих знаний и подготовки. На встречу с учениками первой школы молодой человек пришел с опытными байкерами. Они рассказали ребятам о главных доспехах мотоциклистов – защитной экипировки. Кроме главных атрибутов безопасности, представители мотоклуба поделились собственным опытом безопасного нахождения на проезжей части, поведали об особенностях езды на мотоцикле, помогающих прогнозировать дорожные ситуации. Эту встречу со школьниками организовал региональный центр молодежной политики совместно с сотрудниками ГИБДД, которые напомнили мотолюбителям о печальной статистике. В этом году произошло 4 случая и, естественно, как результат тяжкие последствия. Это у нас в одном ДТБ два молодых человека, которые из них несовершеннолетние попали, с тяжкими повреждениями в реанимацию. Двое молодых, в двух ДТП, двое молодых получили перелом, так сказать, нижние конечности, верхние конечности. И один случай, это произошло недавно, как итог, со смертельным исходом. То есть есть о чем задуматься, почему молодежь у нас именно из всех четверем ДТП пострадали молодые люди. Самое интересное ожидало ребят в завершении мероприятия. Байкеры на улице показали подросткам свои мотоциклы, устроили демонстрационный заезд. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. В период с 30 сентября по 2 октября на территории Ненецкого округа ожидается усиление южного и юго-восточного ветра с порывами в городе Наринмар до 21 метра в секунду, по округу до 27 метров в секунду. В связи с прогнозируемым усилением ветра, Главное управление МЧС России рекомендует воздержаться от поезда к наличным транспорте по водным объектам на территории округа. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить 0-1, это единый телефон спасения, 112 с мобильных телефонов, 4-99-99, телефон доверия Главного управления МЧС России по Ненецкому округу. И на этом пока все. Увидеть наши новости вы также можете и на сайте по адресу www.trksever.ru Далее прогноз погоды.